Всем привет, с вами Тимурин. Я вам сегодня хочу рассказать, как сделать своими руками подарок, подходящий по любому возрасту, по любому поводу и без повода, чтобы сделать человеку просто приятное. А речь у нас пойдет о символе надежды, веры, любви и удачи. И это у нас символизирует четырехлистный клевер. Если вы думаете, что четырехлистный клевер сложно найти, его очень легко найти. Он есть на каждом углу. Не надо далеко ходить, можно просто спуститься с подъезда, выйти на лужайку, на газон и найти четырехлистный клевер. Сейчас мы с вами пойдем и найдем его. И пройдя по газону, пожалуйста, четырехлистный клевер. Но только досада, что он поврежден. Вот я его сорвал. Четырехлистный. Плохо, что он, конечно, поврежден. Для подарка он не годится. Тех десяти минут, которые я потратил на его поиски, то есть еще порядка десяти минут, я найду нормальный, который будет красивый и пригодится для подарка. Пойду искать дальше. Посмотрев повнимательнее этот же куст клевера, я нашел еще один четырехлистный. Вот он. Как вы видите. Досада. Очередная досада. Опять он испорченный. Пройдя еще немного, вот он еще один четырехлистный. Этот уже более или менее. Вот такой. Для того, чтобы он не попортился, его желательно сразу положить в книгу. Берем книгу. Сразу складываем лепесточки. Книгу в таком положении, в каком мы хотим их впоследствии увидеть, после высыхания. Потратив полчаса, я нашел три-четырехлистных клевера. Это говорит о том, что они есть. Их найти несложно. А чтобы из них получился хороший подарок, надо положить в книгу, поставить в таком положении, в каком нам нужно. Он высохнет. И заламинировать. И получится вот такая штучка. Здесь можно какую-то надпись поставить. Можно в рамку вставить. И будет очень приятный подарок любому человеку. У меня есть и трехлистный клевер. Я его на удачу положу вот сюда. Всем желаю надежды, веры, любви и, конечно же, удачи. С вами был канал Тимурин. Нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь. Увидимся. Алис.